Здравствуйте, друзья! Коротко расскажу предысторию, почему я решил записать видео на эту тему. Обычно я не пишу много комментариев к видео на YouTube, но недавно имел неосторожность написать один комментарий под одним из видео известного американского доктора, которое видео его было посвящено как раз лечению геморроя, вот этими биофлавоноидами, в частности веществами диасмин, гисперидин. Мой комментарий касался содержания флавоноидов в цитрусовых, в лимонах, малого количества их содержания в кожуре лимона, в частности. Получил в ответ достаточно много других комментариев, одобрительных, этих самых лайков, попутно другие слушатели задавали много вопросов по лечению геморроя, и пришлось отвечать на некоторые из них. Речь шла о местных средствах, мазях, свечах, и, в общем-то, многие комментаторы стали благодарить меня за ответы, и тут поступил один комментарий, который, честно говоря, меня немного шокировал. Он был адресован не мне, а одному из благодаривших меня за помощь, пользователей. Он звучал так. Сейчас приведу скрин на экран, выделил этот комментарий курсором. Цитирую. Да-да, верьте русским докторам, которые вообще ничего не умеют в большинстве своем. И самое удивительное, что 10 человек, каких-то таких злобных читателей, поставили под этим комментарием лайк, то есть свое одобрение этих слов. Для меня было вообще новостью, что существуют в природе такие люди, которые, в общем-то, разделяют медицинскую науку по национальному признаку. Мол, если доктор русский или говорит на русском языке, то и ничего путного он знать, в общем-то, не может. Друзья, чтобы посрамить этих дремучих людей, решил записать вот это видео, где я перечислю не просто какие-то достижения русскоязычных врачей, а топ-7 достижений, которые, в общем-то, вспомнились мне, так вот, в первом приближении, да, это научные открытия или достижения, коренным образом изменившие жизнь людей по всему миру. То есть, те достижения, которые повлияли на научную мысль так сильно, что позволило осуществить определенный прорыв, в общем-то, всему человечеству в какой-то отдельной области хирургии или медицины. Итак, первое, это труды замечательного хирурга, всем известного Николая Ивановича Пирогова. От изобретения, в общем-то, гипсовой повязки до применения общего наркоза в военно-полевых условиях. Сложно найти человека, чей вклад в мировую медицину был бы столь же обширным, как у великого Пирогова. Для хирургов, травматологов, анатомов, это будет просто кумир. Он является одним из создателей гипсовых повязок, которые, в общем-то, в неизменном виде уже почти 200 лет накладываются при переломах конечностей. А ведь до Пирогова перелом, да еще и со смещением, с высокой долей вероятности мог оказаться для человека смертельным или даже в лучшем случае человек становился инвалидом. Особые заслуги военно-полевой хирургии Пирогова вообще трудно переоценить. Сортировка раненых по-пироговски применяется и по сей день, как в зонах военных конфликтов, так и при чрезвычайных ситуациях, в землетрясениях, например. Кроме того, Николай Иванович Пирогов популяризировал йод и другие антисептики и дезинфицирующие препараты, придумал разделение перевязочных и хирургических, в общем-то, перевязочных комнат в хирургических отделениях на особую градацию, чистые перевязочные и гнойные перевязочные. Он же не побоялся изучать холеру во время эпидемии 1848 года и написал об этом заболевании научный труд, который, в общем-то, не утратил своей актуальности до сих пор. Наконец, именно Пирогов впервые применил эфирный наркоз в полевых условиях. Следующий прорыв в медицине – это измерение артериального давления. Тонометр давно стал, в общем-то, привычным прибором и есть дома практически, в общем-то, трудно назвать дом, где его бы не было. Между тем, измерять артериальное давление научились относительно недавно. Этот метод был предложен только в 1905 году военным хирургом Николаем Сергеевичем Коротковым, которого, к тому же, считают одним из отцов сосудистой хирургии в России. Коротков участвовал в русско-японской войне и не раз видел повреждения крупных сосудов, вены, артерий. В те времена кровотечение останавливали очень примитивно, просто радикально перетягивали конечность жгутом, и за этим часто следовали гангрена и ампутация конечности. Коротков всячески пытался избежать таких операций. Обследуя пациентов, он пользовался в том числе методом аускультации сосудов, то есть выслушивания. Постепенно он научился слышать давление, главным образом, в общем-то, нижнее, диастолическое, которое дает представление о состоянии сосудов. Лаконичный свой доклад, кстати, в нем было всего менее 300 слов. Так вот, этот доклад Короткова в 1905 году произвел настоящий фурор в научном сообществе. С тех пор метод Короткова, предусматривающий использование для измерения давления механического аппарата и стетоскопа, он призван самым надежным. Хотя и считается, что итальянский врач-терапевт и педиатр Шапиони Ривароччи придумал эту технологию немного раньше Короткова, еще в 1896 году. Но единственное подтверждение этому, в общем-то, это ртутный сфигмоманометр, изготовленный Ривароччи. Лично он находится в музее в Италии и датирован 1906 годом, то есть, в общем-то, на год позже, чем у Короткова вышел его доклад. К сожалению, Николай Сергеевич Коротков скончался в 1920 году достаточно молодым, от туберкулеза, ему было всего 46 лет. Третий прорыв в хирургии и медицине это трансплантация легких и сердца. Основоположником мировой трансплантологии в том числе считают Владимира Петровича Демихова. Удивительное дело, у него не было медицинского образования и он никогда не оперировал пациентов. Демихов был доктором биологических наук. Большую часть жизни он ставил уникальные эксперименты на собаках и других животных. Сегодня они могут показаться жестокими и даже шокирующими. Например, будущий ученый начал с пластикового насоса с электродвигателем, который поддерживал кровообращение в организме собаки вместо сердца. Потом еще хлеще. На тело взрослой овчарки он пересаживал голову щенка и вместе с лапами такое чудовище демонстрировал. Всего Демихов создал около 22 уголовых собак. Именно он описал процесс трансплантации сердца и легких. Его монография, которая называлась «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», она произвела сенсацию, особенно за рубежом. Многие выдающиеся хирурги назвали его своим учителем. Например, тот же знаменитый кардиохирург, хирург-трансплантолог Кристиан Барнард, который в 1967 году выполнил первую в мире пересадку сердца от человека к человеку. Владимир Петрович Демихов скончался в 1998 году в возрасте 82 лет. И в СССР он периодически подвергался гонениям, жил в забвении и в бедности. Четвертое изобретение – это аппарат Элизарова. Свой знаменитый аппарат Гавриил Абрамович Элизаров, всю жизнь трудившийся в провинциальном городке, Кургане, он изобрел совершенно случайно. Говорят, он просто посмотрел на крепление изогнутой дуги в лошадиной упряжке и придумал устройство для восстановления поврежденных костей. Патент на свою работу, то есть на вот этот компрессионно-дистракционный аппарат, он получил в 1952 году. Конструкция предложенного Элизаровым механизма довольно простая. В нем поврежденную кость прокалывают спицами, которые крепятся снаружи к металлическим кольцам, соединенным между собой несколькими стержнями. Регулируя эту конструкцию, можно буквально управлять костью, лечить сложные переломы и исправлять деформации. Устройство приносило доктору, в общем-то, неожиданно принесло ему огромную славу. Пациенты потекли рекой, вот в этот город Курган, со всех регионов СССР пошла молва. При этом советским медицинским сообществом новинка сначала не одобрялась, но потом, позднее, наоборот, очень пропагандировалась. Аппарат Элизарова, по мнению сторонников метода, он восстанавливал даже, в общем-то, прежде считавшиеся безнадежными повреждения костей. И его нехитрая конструкция, конечно, была неэстетична и громоздка, но являлась, в общем-то, своеобразной визитной карточкой советской медицины. Позднее, конечно, с появлением более современных приспособлений для металлоустой синтеза, эпоха аппарата Элизарова, она прошла. Это объективный факт, с ним трудно спорить. Сегодня, в эпоху доказательной медицины, когда учет осложнений воспалительного характера ведется с применением современных методов статистики вариационной, и ряд специалистов в ортопедии и травматологии, они стали критиковать метод Элизарова. Основной аргумент представителей такой точки зрения состоит в том, что в случае спецового остеомиелита и вообще внедрение инфекции из внешней среды при такой вот авторитарной системе советской медицины все-таки старались их замалчивать, эти неудовлетворительные осложнения и так далее. И они не учитывались в статистике. Поэтому, тем не менее, метод Гаврила Абрамовича Элизарова навсегда вошел в историю травматологии, ортопедии, и, конечно, в свое время перевернул представление о фиксации отломков, оставив след как именно русский метод в травматологии. Пятый прорыв – это искусственный хрусталик и лечение глаукомы. Будущий академик Святослав Николаевич Федоров мечтал стать летчиком, но из-за травмы, в общем-то, проучился в спецшколе ВВС всего один год. И это было везением для тысяч людей, ведь в итоге он посвятил всю свою жизнь разработке новых методов операций на глазах, офтальмологии. Святослав Федоров был не только гениальным врачом, но еще и выдающимся организатором здравоохранения. Он создал передвижные операционные внутри автобусов и железнодорожных вагонов, а для лечения иностранцев он оборудовал специальный теплоход и назвал его «Петр Первый». Это судно бороздило просторы Средиземного моря и Индийского океана и оказывало офтальмологическую помощь иностранцам. Все свои идеи он воплощал очень быстро. Так, в 1959 году Федоров изобрел искусственный хрусталик и вживил его в глаз. Сначала кролику, а уже год спустя успешно имплантировал первую подобную линзу 12-летней девочки-пациентки. Коллеги ставили под сомнение идею Федорова. Они считали, что глаз отторгнется и народное тело все-таки. Это не случилось ни в тот первый раз, в случае девочки, ни после. Вскоре появилось много разновидностей искусственного хрусталика, а одна из них под названием «Спутник» стала базовой во всем мире почти четверть века. Она была золотым стандартом. Федоров придумал также методы операционного лечения глаукомы и удаления катаракты. Позже на смену скальпеля в руках глазных хирургов, офтальмологов, в общем-то, пришел ультразвук, а затем и лазерный луч. Кстати, сегодня офтальмологи оперируют пациентов по-федоровски, то есть сидя, а не стоя, как, в общем-то, сидя с особым упором, чтобы не дрогнула рука под микроскопом. И, наконец, шестое изобретение – это аппарат искусственного кровообращения. О том, как на время заменить сердце и легкие, будущий доктор и ученый Сергей Сергеевич Брюхоненко задумался еще на фронтах Первой мировой войны, наблюдая за тяжело ранеными пациентами. Первый аппарат искусственного кровообращения, ауто-жектор, так называемый, Брюхоненко создал совместно с Сергеем Чичулиным в 1926 году. Он состоял из пары механических насосов и нескольких клапанов, а источником кислорода служили удаленные легкие животного донора. Во время испытаний собака с остановленным сердцем прожила на этом аппарате два часа. Позже Брюхоненко показал эксперименты иностранным коллегам. Например, продемонстрировал отделенную от тела собачью голову, которая, будучи подключенной к этому ауто-жектору, реагировала на окружающих. Это душераздирающее зрелище произвело тогда фурор, но также вызвало, конечно, и осуждение. Ученый получил на свое устройство патент в СССР и ряде европейских стран. А позднее создал и пузырьковый оксигенатор, то есть, по сути, искусственные легкие. После Великой Отечественной войны Брюхоненко продолжал эксперименты вплоть до своей кончины в 1960 году. Но созданный им аппарат искусственного кровообращения в итоге так и не применялся во время операции на человеческом сердце. В этом деле первенство, конечно, принадлежит разработанному в 1950-х годах аппарату американского кардиохирурга Джона Гиббона. Тем не менее, именно Брюхоненко первым предложил использовать вот это искусственное кровообращение в кардиохирургии и продемонстрировал, что это возможно в принципе. Да, друзья, капитализм, он всегда был на шаг впереди социализма, и наша земля рождала талантливых и умнейших людей, ученых, изобретателей. Ну, как известно, в капиталистической модели вот эта идея стоит недорого, а дорого стоит реализация этой идеи на практике и доведение ее до ума. Соответственно, ну, как есть. Седьмое изобретение – это сшивающие сосуды аппарат, да, предложенный ученым Василием Федотовичем Гудовым, выпускником авиационного института. В общем, он первым в мире, ему пришла идея сшить мельчайшие кровеносные сосуды круговым швом с помощью тонких скобочек из тантала. В 1947 году группа инженеров и врачей под руководством Гудова впервые в мире создала сосудосшивающий аппарат. Устройство позволяло сшивать кровеносные сосуды круговым скобочным швом. В том же году аппарат Гудова попал на международную выставку медицинской техники в Венгрии. Присутствующие были шокированы, увидев действие чудо-устройства для механического сшивания сосудов. Сшивание сосуда с помощью этого аппарата занимало всего 3-4 минуты. Аппарат Гудова стали называть за рубежом советским спутником хирургии. Но на родине изобретение внедрялось с большим трудом. Чиновники от медицины слышать не хотели о механизации труда хирургов. Считали, что сшивание сосудов нужно только ниткой, лигатурой. И, в общем-то, это вообще рукоделие сродни искусству. И Василия Федотовича дважды исключали из партии, даже едва не расстреляли. Был ложный донос. Гудова обвинили, что он продал свое изобретение за рубеж. Всесильная в те годы, так называемая «тройка», она приговорила его к расстрелу. Но Гудова вовремя предупредили. Заранее он успел скрыться у себя на даче, в лесах. И, собственно, спас Гудова министр здравоохранения СССР Ефим Иванович Смирнов, который, в общем-то, был талантливым инженером, талантливым организатором здравоохранения. И он спас Гудова. И инженер Гудов и вся его группа ученых в 1951 году в конечном итоге были удостоены звания лауреата в Сталинской премии. Тогда же Василий Федотович стал руля вновь созданного НИИ, Научно-исследовательского института экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов. Защитил кандидатскую диссертацию. На счету Василия Федотовича было немало изобретений. За пределы СССР он смог попасть только уже позднее, после перестройки. Во время визита в США ему предлагали дом и работу, все, в общем-то, благо и большие деньги. Но он отказался и решил вернуться на родину, заславшись на патриотизм, на любовь к родине. В дальнейшем на основе изобретения Гудова была разработана и серийно выпускалась большая группа аппаратов. С их помощью можно было сшивать кровеносные сосуды диаметром от 1 мм до 2 см. Лицензии на них в 1964 году купила известная американская компания. Были сконструированы также и другие аппараты. По методу Василия Федотовича Гудова стали сшивать не только сосуды, но и нервы, легкие, бронхи, стенки желудка, желчные протоки, петли кишечника. В общем-то, всего их талантливой группой было создано 39 моделей сшивателей разного назначения. В 1994 году на международной выставке патентов в Брюсселе Василий Гудов получил диплом первой степени и золотую медаль. Судьбой ему было отпущено 84 года жизни. Друзья, вот такие истории великих людей, изобретателей. Под словом русский доктор, русский изобретатель, я имею в виду русскоязычный, а не принадлежность какой-то отдельной нации или этнической группе. Многие, например, известные советские изобретатели, ученые и врачи имели еврейские корни или корни других народностей. Это совершенно ничего не значит. Важно, что русский язык был объединяющим звеном. Наследием великой культуры, науки, искусства. Как вы можете понять, наука существует вне политики и вне национальности. Как сказал великий писатель, врач, кстати, Антон Павлович Чехов, он сказал так, «Национальной науки нет, как нет и национальной таблицы умножения». Друзья, это странно читать такие вот комментарии, которые я процитировал в начале этого видео, в то время как русскоязычные врачи вносят весомый вклад в развитие медицинской науки и в конечном счете в прогресс всего человечества. Будьте, пожалуйста, добрее и терпимее друг к другу, в том числе в комментариях, критикуя ваших предшественников, обязательно учитывайте те непростые условия, в которых им приходилось работать, в общем-то, русским ученым и врачам. Не забывайте своих истоков и помните, что все новое – это модифицированное и хорошо забытое старое. В общем-то, и когда избыточное увлечение всем новым, да, и слепая вера, она тоже, в общем-то, опасна. Я же благодарю вас за внимание, желаю вам всего наилучшего, прежде всего крепкого здоровья и до новых встреч!